Команды, которые участвуют в чемпионате мира в этом году 2014, они не принимают участие в квалификации на чемпионат Европы 2015, они туда попадают автоматически. У ребят и у тренеров, у нас возникает хороший шанс все-таки показать, что на Украине есть дух, что у нас есть силы, у нас есть возможность, несмотря на что, приехать и достойно выглядеть на чемпионате мира. Мы все ждем полной отдачи от ребят, от игроков, которые попадут в состав, которые будут на тренировочном сборе. И естественно, что тренерский состав, который приедет, будет тоже намерен. Они все понимают, и Майк Фротелло, и его, все тренера, которые с ним приедут, все понимают, они звонят каждый день, интересуются ситуацией, получают информацию, занимаются сегодня непосредственно селекцией. Вот, например, мы сегодня получили информацию, ну сегодня я имею в виду, у нас группа, тренерская группа во главе с Майком Фротелло нашла двух игроков. Один из них, он играет в колледжах, один родился в Донецке, один родился в Анафранковске. У одного, так символично, один в Донецке, один в Анафранковске. Посмотрим на этих ребят, насколько они сильны, насколько на них рассчитывает тренерский состав. Потому что, ну, целый год проводили селекцию, смотрели, какие есть варианты, как еще усилить сборную. Очень надеемся, что все-таки Алексей Лень сможет приехать. Сегодня он, как бы, игрок, который представляет Украину в НБА. То, что игрок, каждый игрок может получить на чемпионате мира, на чемпионате Европы. И, скажем, со стороны опыта и со стороны будущего, это, в общем-то, незаменимый опыт, и всегда его надо использовать. Если есть малейший шанс сыграть на таких соревнованиях, все надо использовать.